Братья и сестры, слава Господу! Меня зовут брат Саша, я живу под Канадой, маленький город Блейн, а церковь наша в Беллингеме. Маленькая украинская церковь, у нас, может быть, где-то человек 120. Но вы знаете, очень бывает переживательно. Но я приехал к вам не только поделиться словом Господнем, но как проситель. У нас попадается маленькая лютеранская церковь, нам предлагают, может быть, вы выкупите у нас, но сейчас, может быть, еще не так уже все решено. Но тем не менее, я говорил с вашими братьями-служителями, они разрешили приехать, чтобы попросить у вас такой милости. Но часто приезжают братья, и к нам с Украины, мы были недавно в Армении, я был там солдатом, без присяги служил, и мы ездили, оказывали им помощь. Мы не знали, что у нас такая будет проблема. Да, ну, братья часто, бывает, приезжают к нам с Украины, с Белоруссии, и такую проповедь говорят, что, ну, просто сильно хочется дать. Но я хочу говорить о Господе и продолжить мысли, которые говорил брат Миша только что. Вы знаете, друзья, мы все находимся пред Господом. Он сказал те слова, что, я думаю, вы меня по-русски понимаете. Я в украинской церкви, но говорю по-русски. Когда-то я был совсем юным, и был город Ровно, или с Долбунова станция, и после техникума, и мы помогали крышу крыть. И у меня в руках гвозди, в кармане гвозди. А малыш подходит ко мне, говорит, дай мне не цвяхив. А я говорю, нет, цвяхив. Вот поеду в магазин и куплю, да. А он так на меня смотрит, на дядьку, такой, дай мне не цвяхив. Я говорю, ну, нет, а я так думаю, конфеты. Ну, что ему надо? Говорю, нет, цвяхив. Он смотрел, смотрел, потом до меня немножко дошло. А потом дальше не успокаивается малыш, говорит, покатай меня на ровере. Ти на ровере, ти на ровере. Я думаю, ну, пойдем. Ну, думаю, какой-то ослик или козлик, ну, что такое, да. Он подводит меня к велосипеду. Ну, я понял, что мне с украинским, ну, трудно, хотя же мы сами из Донбасса. Украины жили там в Орловке, где сейчас такое тяжелое положение. Брат-проповедник перед этим сказал, очень такие знаменитые, ну, и хорошие слова. Помните, и копали рабы Исаака, я по-русски говорю, и нашли источник воды живой. А то, что было завалено, закопано. И он сказал о тех благословенных мужах, которых он только что назвал. Книга Бытия, 12 глава. Я как бы немножко повторяюся. Но второй стих, ну, или первый стих. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И там дальше благословляющие тебя благословят. Первый вопрос или первое размышление о том, что как будто Бог не может его благословить в урихалдейском, как будто он не может его благословить в хоране и так далее. Вот выйди отсюда, и я тебя благословлю. Я тружусь во многих церквах, там, Канады, как бы ответственным. И я когда-то задавал молодым людям, вы зашли в тавр, там, где пьют пиво, курят. Вы сильно захотели кушать, и вы там кушали. Попросили ли вы там благословения? Но они каялись, мы с ними беседовали. А если пришнет Господь в этот момент, и вы здесь находитесь, угодны ли вы Господу? Господь говорит Аврааму, ты выйди оттуда, и я тебя благословлю. Оказывается, не везде угодно Господу, он может благословить, но не везде надо, чтобы мы находились, а правда? И дальше он говорит такие слова, я обращаю внимание, я благословлю тебе. И слово такое, и благословяю, второй стих, и будешь ты в благословении. Вот мы в любое служение приходим и просим о благословении, мы говорим, просим благословение для детей, для наших, для молодежи, везде мы просим благословения. И кажется, верующий человек благословляется, а не верующие, братья и сестры, А неверующие благословляются нами или нет? И будешь ты в благословении, то есть благословением для кого-то. И брат напоминался об Иосифе. Я немножко буду рассуждать и некоторые места напоминать, некоторые читать. Ну, 39 глава здесь идет, повествуется об Иосифе. Здесь, ну, по времени я буду не все читать сначала, а читаю 5 стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над тем, что имел», то есть идет речь о египтянина Патифара, «Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Братья и сестры, ну, как бы если я на месте Господа, я взял бы Патифара, наказал бы, правда? Но это юноша, любимый отцом, которого продали братья, и он здесь рабом у него находится, и наоборот, да накажи ты Патифара. А Бог благословил его во всем. Понимаете, во всем. И жену его благословил. Знаете, как у него жена была? Наверное, и детей сколько у него было благословил. И поле, и дом его благословил ради Иосифа. Но это был благородный юноша. Если мы дальше читаем, а Иосиф о себе говорит в темнице, говорит, я не продан моими братьями, я украден земле евреев. Он не говорит плохое о братьях своих. Молодые братья, братья и сестры. Из-за кого Бог благословляет? Этот молодой человек, его хождение, он находится в тюрьмице, говорит, я украден земле евреев. Он не говорит, что братья мои предали. Мне бывает так обидно, и так другой хочется сказать, брат, ну какой ты непорядочный, как ты со мной поступил. Но эти люди, с которыми был Бог, посмотрите, какой характер. И ради Иосифа Бог благословил весь дом. Я часто задаю вопрос. Господи, Ты благословляешь ли меня и окружающих вокруг меня, где я общаюсь? С кем я работаю? Куда я еду? В каком транспорте? Когда мы там присутствуем, являемся ли мы благословением для окружающих? И будешь ты в благословении. Дальше Иосиф где находится? Брат Миша, я спросил его имя, он так уже, я продолжаю его проповедь. Дальше он находится, живет в тюрьме. В тюрьме. Ну благословил Бог его в тюрьме. Ну правда благословил. Ну все, брат Михаил читал. И вот написано дальше. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь, Бог, был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал ему успех. Братья и сестры, через этого Иосифа Бог благословляет тех узников и начальников, всех благословляет. Когда-то на Кавказе сидели братья воднеленцев, баптистов. И спрашивает начальник тюрьмы, что-то есть там у них порядок, их перевоспитали. Они говорят, ничего не получается. А говорят, ты брось к ним рецидивистов, они через месяц курить будут. Проходит два месяца, он спрашивает, вот как они там в их камере. А он говорит, не пьют, не мотикаются, они молятся. Братья и сестры, они молятся. Вы понимаете, Иосиф попадает, человек Божий, в тюрьму, и Бог благословляет всю тюрьму. Это ходить пред Богом. Это о том, что братья говорили только что, любить Господа, быть верным Господу. Во всем, во всем. Дальше Бог благословляет не только в темнице, не только в доме Патифара. Я думаю, вы со мной согласитесь, Бог благословляет всю страну, Египет. Вы с этим согласны? Написано так, 47 глава, 25 стих. Они сказали Иосифу, ты спас нам жизнь. Египтяне сказали Иосифу, ты спас нам жизнь. Братья и сестры, я проповедую, как в своей церкви, где нас мало, боя иногда смущаюсь, когда много. Я хотя бываю и где-то много, и меньше людей. Я буду говорить так, говорю в простоте, как я понимаю. 30 лет назад я приехал в Америку. Были маленькие дети, сейчас уже внуков много. Я задаю себе сам вопрос. Я работаю 27 лет в школе. Я как лидка, студиум убираю там. Я задаю вопрос. Вот мы в этом маленьком городе, в Блейне, они почувствовали, что ты благословил ли этот город, потому что мы там живем. Когда они написали в газету там за нас, From Ukraine to Blaine, я эту газетку держу. Какое хорошее они свидетельство за нас сказали. И она уже потерта, эта газетка. Я ее держу. Вот так нас поховалили, газете написали, что мы хорошие люди. А как пред Богом? А являемся мы для них светом, а кто-то покаялся из-за нас, из-за наших детей. Братья и сестры, может быть, мы много лет живем здесь, и мы можем задать вопрос, а ты благословил ли всю Америку, которые думали, что приедут люди Божие, и ты нас благословишь? Я себе задаю вопрос. Ради Иосифа Бог благословил окружающих. Мы думаем, что это неверующие люди, они ничего от Господа не имеют. Нет, они имеют. Ради нас. Аврааму было сказано, благословляющие тебя благословятся. Проклинающие тебя будут проклятые. Друзья, особенно молодые люди, у нас очень много переживаний за молодых, там, где ты работаешь, там, где ты идешь, где ты находишься, имеешь ли ты благословение? Имеют ли благословение окружающие? Брат Миша еще сказал, за Авраама. Еще одно такое его качество. Я просто некоторые, не читая по памяти, вспоминаю. Когда-то он искал место для погребения своей помощницы. Вы помните, там были сыны хетовы. Это язычники, это не израильский народ, это безбожники. И он говорит, продайте мне пещеру. Вы не помните, что они им ответили? Они ему говорят, господин наш, или господин. Они его называют господином. Ты как князь Божий посреди нас. Они увидели его, князя Божьим. Ты как князь Божий посреди нас. Это слова хетовы. Это слова язычников. Могут ли о нас сказать? Вы тут живете, ну, такомо, я путаюсь, или Сиат, эти ваши города. Много церквей. Мы проезжали с сыном. Еще дом молитвы на Украинском написано. Они могут сказать о мне, о вас. Это как дети Божьи посреди нас. Мы увидели, и нас Бог благословляет из-за них. Могут ли сказать или нет? Братья и сестры, когда-то жена сынов пророческих со слезами Гаврила Елисею. Мой муж, раб твой умер, а ты знаешь, что он боялся Господа. Братья и мужья, вы можете сказать о своей жене, и жена здесь присутствует, сказали о своем муже, он боится Господа. Когда умирает человек, там все говорят хорошее. А сейчас мы можем показать пример и свет друг для друга в семье, чтобы дети сказали, мой папа боялся Господа. Когда-то, у нас такое было тяжелое время, мы были у баптистов, нас Бог духом крестил у баптистов. И когда-то классный руководитель, Любовь Николаевна, она всегда ставила мне плохую оценку, когда мы шли в молитвенный дом, она перестрывала меня. И она, я учился неплохо, она с повторения, там синонимы, антонимы, и она мне поставит плохую оценку. И на родительском собрании она всегда говорила, вот он неплохой, но это дети баптистов с детства, то-то. Потом она впоследствии написала газету, газету, статью «Заглянут души ребенка». Вот так, всякое она такое делала зло. И она вызывает мать мою на родительское собрание, и я с ней вместе, с мамой. Мама говорит, «Пойдем со мной». Там не было, как в Америке, там родительское собрание было, 30 родителей, и при всех тебя позорят. И вот, учительница говорит, это вы знаете, это баптисты с детства, они так, они детей тянут, они так. И что у меня осталось в памяти, родители, я вам говорю совет, я вас прошу, просто, я уеду, завтра и забудем, как друг друга звать. Но проповедь и Слово Господне, то, что у меня было в сердце, оставалось. Я увидел мужество моей матери. Я увидел мужество моей матери. Моя мама подымается, говорит, «Товарищи родители, а кто не знает, что мы верующие с детства?» Любовь Николаевна, разве наши дети приходят в школу, грязные, неопрятные, разве вы что-то в этом видите? Но запомните, наших детей будет воспитывать не школа, а мы будем воспитывать. Вы учите их математике, географии, то, что вам положено, а мы будем делать то, что нам положено. Мы с детства ходили в собрания, и они будут ходить, и они будут верующие. Моей мамы давно нету. Моей мамы давно нету, но я помню те слова, которые она сказала. Чтобы мы сказали, что моя мама боялась Господа. Чтобы дети ваши сказали, мой отец и мать, они боялись Господа. Она говорит, Елисей, ну ты же знаешь, он умер, но он боялся Господа. Это сильное свидетельство. Братья и сестры, так же самое мы слышали сейчас из-за лота, немножко хочу сказать. Лот мучился в праведной душе своей, да, но из-за лота, он там жил в Содоме, который выбрал землю как сад Господень, как земля египетская, но она не дала ему спасения. Мы слышали только что. Но из-за лота Бог не посадил в Содоме. Бог наказал. Не всегда нам кажется, вот я среди этого общества живу, и все будет хорошо, Бог сохранит, и меня, и окружающих. Не всегда так бывает. И наша проповедь, не всегда ты должен проповедовать, но не всегда есть положительный результат, который бы мы хотели иметь. Из-за лота праведного Бог Содома не пожалел. Но тем не менее лота выводит. Я всегда раньше представлял лот праведный, Бог его любил, и Бог вывел его. А в другом месте написано Бытие 19 глава. Вот такие есть такое есть место Писания, написано за лотом. И было, 29 стих, «И было, когда Бог истреблял города, крестности сей, вспомнил Бог об Абрааме и высыл лот из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил лот». Понимаете, оказывается, не только праведность лота, но еще был Авраам праведный. Из-за праведного Авраама Бог лота выводит оттуда. Бог лота выводит. Друзья мои, наша праведность и наша христианская жизнь, она должна распространяться на окружающих нас людей. Если мы помним, когда-то, я не буду читать эти места, просто напоминаю по времени, когда-то девочка, которая была в плену, она, ну так опять по моему пониманию, попала в плен, маленькая девочка в плен, да накажи, Господи, того Неймана, который взял в плен. Но ради этой девочки Бог благословил Неймана. Я думаю, вы согласитесь, ради девочки Бог дал ему милость. Ради той девочки, у которой была вера, и которая там была, она не просто туда попала, полководец, прокаженный, он исцелился. Но это всего мало, друзья мои, чтобы попасть служанкой до военно-начальника, я думаю, она была воспитана, она не была болтливой, она говорила правду, что жена его обратила внимание, что она ей сказала. Не просто так, наши дети должны быть научены, воспитаны, они должны быть примером везде. И она могла сказать жене на Неймана, если бы он побыл там у пророка, который в Самарии. И Бог исцелил, я считаю, только ради того, что она присутствовала в этом доме. Бог исцелил Неймана. Бог Неймана и душу исцелил. Вы помните, он говорит, я знаю, что нет Бога, кроме Израиля. Я не знаю, что он имел в виду, когда он землю ту брал немножко, там может встать, посыпать ту землю, встать на колени, но я понял, что нет Бога, кроме Израиля. Друзья мои, ради кого-то Бог благословляет. Ты будешь благословение, благословение для кого-то. Ради вдовы, которая была с сыном, помните, сын, говорит, пророк, дай мне покушать. Нет ничего, нет ничего. Есть немножко муки, есть немножко масла, сделай пресник для меня, а потом для себя. И ради этого пророка, который был в нем, жил мне, Бог сохраняет ей жизнь. Друзья мои, ради своих людей, ради своих верных Бог благословляет. Написано о Христе, он поселился как в Капернауме, написано, народ, живущий во тьме, увидел свет великий. Я не хочу вам вособличать, что-то говорить. И у нас много проблем, проблем, может, малые города, но я задаю вопрос. Господи, а как в моей жизни, как в жизни моих детей, как в жизни моих внуков, как в жизни моей жене, люди имеют ли благословение от нас? Или люди не имеют? Иаков прожил в доме Лавана 20 лет. И Лаван сказал такие слова. Вот я примечаю, что после того, как ты стал жить у меня, Бог благословил меня ради тебя. Братья и сестры, вот давайте мы будем задумываться, ходить и думать над этими вопросами. Ну, благословляет Бог ради меня? И служу ли я благословением для кого-то? В этой стране, я хотел один такой пример провести, особенно для молодых братьев. В этой стране, вот многие братья молодые приехали, они становятся, ну вот, ну все как бы поначалу такой бизнес, механики, машины продают, и я очень переживаю. Мой сын работает, работал на Хонда, дилер, механиком, и так далее. Ну вот все как-то с этими машинами, я поначалу смотрел, удивлялся. А тот говорит, со мной в школе, мы 30 лет назад, как приехали, говорит, я поездил, но мне главное свои деньги надо вернуть и продать, а тот опять свои деньги продал. А я говорю, кто теряет? Вы поездили, продали, ну все, все стали механики, дилеры. Один брат из баптистов, отделенцев, и мы называем инициативник, я больше с них пример беру, потому что сам был в баптистах. В 90-х годах он продает на Украине или в России машину на рынке. Подходят к нему деловые такие ребята, подходят к нему и спрашивают, ну, такие солидные, ну а машину за сколько продаешь? Он сказал, а есть ли какие-то проблемы? Он говорит, ну есть, но мы же верующие должны правду говорить, правда. Ну вот спросите, ты продаешь машину, у тебя есть там проблема? Ну правда мы же должны правду сказать, да, там масло берет, там или то, да. Ну обычно есть написано в книге Иисуса Синаси Рахова, при купле и продаже не миновать греха. Ну кто не верит, попробуйте. Тот продает, немножко приукрасит, а тот покупает, ну не миновать, я не знаю. Мы считаем, что эта книга не Бога вдохновенная, но я иногда читаю. При купле и продаже, ну и он продает, а тот говорит, ну хорошая машина, говорит, ну хорошая, но что ты не так дорого продаешь, ну продаю. А какие есть проблемы? Можешь сказать, могу. И называет первую проблему. Тот достает тебе, достает, на тебе 100 долларов, за то, что ты мне сказал правду. Тот взял, не понял. А еще есть проблемы, есть еще проблемы, ну называй. И он назвал 6 проблем, а тот дал ему 600 долларов. Все, говорит, я конечно машину не могу взять у тебя. Ну сам понимаешь, столько проблемы, да, но я тебе за честность заплатил 600 долларов. Ну вот мы могли бы так сделать, или нет? Ну я так, я знаю, что это был реальный случай. Ну говорит, дай мне телефон твой, дай мне твой телефон, я хочу взять телефон. Ну и тот дал свой телефон. Короткое время звонок ему, говорит, слушай, у нас будет такой небольшой пикник, ну мы хотели тебя пригласить с тобой немножко познакомиться. Говорит, я не могу, потому что вы там будете что-то там. Не-не, ну приди, мы тебя зовем. Вот он пришел, и сидят деловые ребята. Ну вот и такие, знаете, как говорили, я даже, я слово это не люблю говорить, крутые, ну так они называют, сидят, и кресты такие, у них золотые, сидят за столом, и говорит один, я хотел вам познакомить вас с таким молодым чудаком. Вот я вам его хочу представить. Вот я у него так машину покупал, и вот у нас такой с ним был диалог. Вот я у него не купил, но дал ему 600 долларов, вот он продавал машину, и все мне рассказал, что там случилось. Я, говорит, еще таких не видел. Вот он, смотрите, вот такой чудак пред вами. Они говорят, кто ты, расскажи о себе. А он, говорит, я верующий, я не имею права обманывать. Ну, расскажи тогда о своей вере. Я, говорит, не могу. Вы пьете водку и курите. Все, не пьем, не курим, расскажут. И он три часа им рассказывал. Три часа рассказывал. Рассказывал о Боге. Братья и сестры, молодые братья, там, где вы бываете, там, где не главное проповедь, как я сейчас стою за кафедрой, а главное жизнью. Есть стихотворительная молитва матери, там такие слова, я расскажу тебе, но только сердцем слушай про то, как позабыла тебе мать. Братья и сестры, наша проповедь, это наша жизнь. Это наша жизнь. Вы знаете, апостол Павел, в то время он Павел, он плывет на корабле, и там было кораблекрушение, да, и погибло там, сколько братьев погибло, было на корабле людей, сколько было? 276. Мы детям иногда говорим, а ну ответьте, 276. И Господь говорит, я даровал тебе всех плывущих с тобою. Апостол Павел на корабле, и там были и узники, и воины, и ради того, что там Павел, все 276 человек остаются живы, ради одного человека, потому что там Павел на корабле. И Бог говорит, ничего не случится, я даровал тебе всех 276 человек. Люди иногда ищут с нами общение, они хотят, чтобы за них помолились, они хотят, чтобы, когда бывает особо большое переживание, но ты верующий, ну помолись за меня, Бог, муж мой ушел из дома. Я встречал такие вопросы, я хотел прийти к вам помолиться, особенно какая-то проблема, они ищут нас, они ждут от нас, что через нас приходит благословение. Я думаю, особенно пожилые люди, молодые уже, может быть, не помнят, а в Новороссийске когда-то очень близко от берега потонул теплоход адмирал Нахима, вы помните, такое было, пожилые люди, можно знать, в Новороссийске был такой случай, близко от берега утонул теплоход адмирал Нахимов, был близко от берега, там совсем близко, и 400 человек потонуло, 400 человек потонуло, и никто, ну там кто-то спасся, не спасли, но ради человека Божьего, который находится на корабле, я даровал тебе их всех, братья и сестры, и будешь ты в благословении, будем ли мы в благословении, я немножечко уже переживаю, забрал много времени, братья и сестры, я приведу еще один такой пример, невыдуманный, вот как брат говорил, мы смотрим на пример, который на страницах Печисания, еще мы смотрим на пример жизни нашей, где мы жили, где мы вращались, я закончил технику, мне по направлению, еще будучи баптистом, послали в город Горловка, я работал диспетчером на крупной шахте Ленина, и у нас было, был город, есть Янакиево, там был такой поселок Коростин, и там была одна сестра Катя, она была слепая, но это люди были для нас, они такие были милые, дорогие, они нам показали пример своей жизни, и вот мы молодыми братьями решили, там с Донецка, с Горловки, с Дзержинска, там с это, и мы решили, человек с 30, помочь ей поменять крышу в субботу, у нее текла крыша, но она такая, приходишь, она ничего не видит, а так, сестра Катя приветствует, Сашуня, миленький, она так, знаете, но это были, как наши матери, исходило любовь и благородство, и мы быстро попросили благословения, начали крышу разбирать, и на крыше работать, приезжает человек 20 милиции, ну а тогда у них не было таких хороших машин, как сейчас, то на Запорожцах, то на Москве, все, и они нас переписывают, мы нерегистрированные, пятидесятники, я снизу шифер подавал, был покрепше, те на крыше работали, но они пристают, фамилия, ну и мы, зачем оно вам надо, и отстаньте, и так далее, и мы с ними диалог ведем, мы не делаем служение, мы работаем, а вы просили благословения? Просили, значит было служение, фамилия, и они нас просят всех переписать, дайте фамилию, и нам дают штраф по 50 рублей, ну штраф, ну кто-то получал 120, кто-то 150, я в шахте немножко больше, и всех наших штрафовали по 50 рублей, и они написали там в газете, поймали руководителей молодежи по Донецкой области, хотя мы там всякие были, и руководители, и руководители, и этой бабушке дали штраф 20 рублей, она слепая, а штраф платили, и шли в горы с полком, и там платили кэшью, и она берет с собой девочку, повыдаря, которая ее ведет там, или уже старшенькая, она едет автобус, она приезжает в горы с полком, и платит штраф 20 рублей, это бабушка, они так немножко присмотрелись, а поселок небольшой, этот коростень, на следующее воскресенье, она пришла в другом доме, собрание, она пришла в собрание, и опять милиция приезжает, они с нее смеются, и они дают ей штраф 25 рублей, специально, этой бабушке слепой, 25 рублей, я вам рассказываю, потому что я там был, я знаю, мы очень любили эту бабушку, проходит еще через одно воскресенье, или через два, и они дают ей штраф 30 рублей, специально, они знают, что они собираются, и они издеваются, дают штраф 30 рублей, она тогда, уже взрослая девчонка, она приезжает в госполком, достает свой платочек, вы знаете, что такое платочек, там старшие люди держали деньги, это кошелек, он назывался, она разворачивает свой кошелек, или свой платочек, и ложит на стол деньги, сколько там у нее было, 30, может быть, 35 рублей, и мелочи, и говорит, детка, секретарша, вот возьмите, у меня больше ничего нет, возьмите, но Господу я не оставлю, я буду ходить в собрание, я и ходила, а когда мы узнали, у бабушки была пенсия сельская, 27 рублей в месяц, 27 рублей, и они нам показали пример, вот это свет, я уже старый, мне уже внуков полно, вот это свет, вот это благословение, которое просходит через нас, пусть Бог поможет и благословит, чтобы мы были в благословении, я еще одно место прочитаю, буду заканчивать свои слова, свою проповедь, 1 Коринфянам 7 глава, мы часто это напоминаем, когда молимся из-за детей, когда благословляем детей, ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, ну и дальше, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы, мы должны понять, что нами освящаются, жена неверующая освящается мужем верующим, и наоборот, и не только хочу сказать за мужа и за жену, освящаются должны все, которые находятся вокруг нас, молодой человек когда-то ехал, работал, ну как говорят, таксовал или таксистом там, он подрабатывал, едет, и когда-то он подвозит одну девушку или молодую женщину, и с ней он нецеломудренно говорит беседы, ну там особо такого ничего не сказал, но тем не менее она поняла его намеки, проходит короткое время, эта девушка, когда было покаяние, 90-е года, эта девушка приходит в собрание, а он стоит за кафедрой проповедует, и она позвала одного человека, как дежурная, спрашивает, а кто это? Ну это молодой проповедник, или там все, она посмотрела, говорит, в ваше собрание, я больше никогда не приду, братья и сестры, вы понимаете, молодежь, вы понимаете, что иногда одним каким-то движением, одним поступком, можно навсегда оттолкнуть человека, за которого наш Господь был распят, о которого в прошлое воскресенье у вас было служение, понял, вы вспоминали его страдания, навсегда, когда жена бывает не на месте стоит, в те времена, когда мы ходили там на шахтах люди, было много у нас бабушек или сестер, которые мужья были неверующие, после войны было мало братьев, повыходили замуж, и мужья были неверующие, один брат говорит, я хотел бы пойти по домам, поговорить с вашими мужьями, если вы поговорите, и дадите разрешение, ну, было несколько там многоэтажек, так всего, и, ну, сестры спросили мужей, и одна говорит, что мой муж сказал, если ты придешь в наш дом, твой пастырь придет, то я его выкину с пятого этажа, все, чтоб и не проходил, выкину, а он говорит, ну, так удивительно, ну, что такая строгость, так, ну, сильно грубо, прям выкинул, так и сказал, так и сказал, ну, и брат говорит, я дождался, когда эта сестра Катя была на работе, ну, думаю, поеду к мужу и поговорю, звонит в двери, муж привет, открывает двери, разрешите зайти, да, пожалуйста, снимает с меня пальто, все, культурно, вежливо, а можно у вас помолиться, Господу, да, можно, давайте помолимся, я пастырь, я хотел побеседовать, пожалуйста, и мы, говорит, два часа беседовали, нормальный человек, ни изверг, ни грубия, ничего, а говорит, ну, можно задать такой вопрос, ну, жена сказала, что, что вы сказали, что вы меня выкинете с этажа, ну, да, я так сказал, а почему так сказали, что вы так на меня настроились, а жена сказала, наш служитель хочет к вам приехать, а я спрашиваю, а почему, а он говорит, ну, как, ты не знаешь, почему, мозги тебе полоскать будет, и так далее, ну, понимаете, да, он будет тебе мозги промывать, а я тогда сказал, ну, в таком случае его выкину, жена на своем месте, освещается муж женой или нет, и он говорит, и что тогда делать с женой, ну, а наш член церкви, он не член церкви, вот это свет, может ли освещаться семья, если наше такое поведение, пусть Бог благословит, братья и сестры, вас и нас, я не говорил учительственно, я говорю, и больно у моего сердца, я говорю, в своей церкви так, я говорю себе, задаю часто вопрос, проживаю я где-то, бываю, благословляются ли все окружающие, через мою жизнь, как братья говорили, через Авраама, через тех людей, которые, человек, который проходит здесь постоянно, он святой, апостол Павел Тимофей говорит, а ты человек Божий, а ты человек Божий, чтобы мы были детьми Божьими, пусть Бог благословит нас, и вас, и нас всех, чтобы нам служить Господу, и быть примером подражания, Господу нашему, дабыть слава, аминь.